Буквы Буквы Находить восток и юг Учат в школе, учат в школе, учат в школе Крепко-накрепко дружить, с детства дружбы дорожить Учат в школе, учат в школе, учат в школе Крепко-накрепко дружить, с детства дружбы дорожить Доброе утро, ребята! Доброе утро, любимые учителя! Доброе утро, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки, дорогие гости! Снова нас ждут наши школьные партии, тетради, учебники, книги и карты. И к знаниям нас поведет наш учитель, дорогой добра, дорогой открытий. Дорогой нелегкой, но интересной, дорогой с улыбкой, шуткой и песней. Мы рады, что вновь нам распахнуты двери, что в школе мы знания найдем и проверим. Сегодня не просто день знаний, сегодня день рождения нового учебного года. А еще сегодня последнее первое сентября для одиннадцати классников. Появившись на свет, человек начинает учиться. Он учится ходить, понимать мир и людей. Его учат солнечный луч, прилетевшая бабочка, любимая сказка, смешная картинка, веселая игра. И вот наступает день, и он приходит в школу, где его встречает первый учитель. Встречайте аплодисментами самых маленьких учеников, самых умных, самых перспективных и подающих большие надежды первоклассников. Для них этот день запомнится как старт в новую, взрослую жизнь. Встречайте, первый А-класс! По дороге знаний поведет Оксана Владимировна Дроздова. ПЕСНЯ 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 А 10 лет назад в нашу школу пришли другие первоклассники. Сегодня они уже взрослые, солидные одиннадцатиклассники. Они пришли на праздник первого звонка последний раз. Мы рады приветствовать на линейке 11-й А-класс и классного руководителя Свинцитскую Галину Михайловну. Праздник первый, самый лучший, словно первый школьный луч. Мы скучали все. Поверь, открывай нам, школа, дверь. Что это? А это наша школа. Хочет обратиться к первоклассникам. Слушаем. Вот пришел желанный час. Ты зачислен в первый класс. Ты, дружок, послушай, школа даст тебе наказ. Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся, Чтобы в школе не зевать, Носом в парту не клевать. Приучай себя к порядку, Не играй с вещами в прятки. Каждой книжкой дорожи, В чистоте портфель держи. В восемь ровно на урок Завтра развенит звонок. Буду всех вас в классе ждать. Постарайся не проспать. Итак, ребята, вы запомнили? Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, Объявляется открытой. Россия священная, Наша держава, Россия любимая, Наша страна. Наша народа, Великая слава, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Добрый, как мама И такой же торжественный, как любой важный момент в нашей жизни Дело в том, что 1 сентября для вас Это еще практически начало новой жизни Так давайте начнем ее с чистого листа все вместе И постараемся не допускать ошибок Помните, как сказал детский поэт Пусть добрым будет ум у вас А сердце умным будет Мои любимые одиннадцатиклассники 1 сентября сегодня Последнее 1 сентября вашей школьной жизни Только школьной Я желаю вам таланта, терпения, трудолюбия Вы знаете, именно эти качества помогают творить чудеса Дерзайте, мечтайте Преобразовывайте мир вокруг себя Мы вас очень любим И я уверена, вы справитесь и у вас все получится Уважаемые коллеги Вы знаете, что в нашем календаре 1 сентября Совершенно особенный праздник Я позволю себе процитировать слова известного педагога Нам с вами вручена превосходная должность Выше которой нет под этим солнцем И пусть наша с вами жизнь иногда бывает такой сложной и непредсказуемой Я желаю вам радости и оптимизма в преодолении этих сложностей Я желаю вам ярких, благодарных учеников, понимающих родителей Я желаю вам побед с праздником Уважаемые родители, я рада приветствовать вас в стенах нашей школы Не могу не сказать, что каждый год мне особенно приятно Когда наши вчерашние ученики приводят своих детей в школу Особое вам за это спасибо Вам желаю я мудрости и терпения Помните, что именно от вас зависит школьная жизнь ребенка Вера в его силы, такт и собственный пример Это уже половина тела Ребенок учится тому, что видит у себя в дому Давайте будем все вместе им хорошим примером С праздником вас! Редактор субтитров А.Семкин Наши юные друзья хотят доказать, что их уже можно считать школьниками Они приготовили для всех присутствующих небольшой сюрприз Мы приглашаем к микрофону наших первоклассников ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В этот год в первый раз мы пришли в первый класс Сколько первых открытий найдем? ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Друг нам придется в окно посмотреть Или соседам затеять беседу Друг у кого-то в портфеле конфета Нет, дорогие, так делать нельзя Есть перемена на это, друзья Как прозвенит наш веселый звонок Класс покидайте, закончен урок Но обещаем в школе не драться, будем усердно, друзья, заниматься. Мы не знаем, как учиться, когда сесть, когда вставать. Ночью может не ложиться, чтоб к уроку не проспать. Можно ли в тетради мелом вместо ручки написать? Лучше скромным быть или смелым, промолчать или закричать. Ничего еще не знаем, но учиться мы хотим. На урок не опоздаем, без причины не проспим. Пусть на плечах ложатся заботы, но не будем одним унывать. С понедельника и до субботы будем знания мы добывать. Мы запомним навсегда этот день прекрасный, этой школы лучше нет. Здравствуйте, школа, здравствуйте. А теперь, а теперь открывай нам колокольчик. Принимай школу, а нам принимай на первый класс. А ну-ка, песни нам про бой веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Пусть впереди нелегкая работа и даль еще не пройденных дорог. Но неспроста сегодня для кого-то впервые школьный прозвенит звонок. Это первый звонок, это точка отсчета, это дерево знаний несмелый росток. Для кого-то начало пути, для кого-то школьная жизнь последний виток. Первоклассники сегодня впервые переступили порог школы, который станет для них домом. А для наших одиннадцатиклассников этот год станет последним годом учебы. И сейчас мы приглашаем тех, у кого запрещаем большой опыт школьной жизни. Им есть что сказать и чем поделиться с нашими новичками. Дорогие наши первоклассники, я поздравляю вас с вашим первым школьным днем. Наша школа самая лучшая. Это ясный, чистый островок детства. А постоянную прописку на этом острове имеют учителя. Именно поэтому все одиннадцать лет рядом с вами будут уважаемые, добрые волшебники, которые бережно проведут вас по нелегким ступенькам школьного королевства. Королевство добра, красоты, поиска истины. Дорогие первоклассники, сегодня вам предстоит впервые переступить порог школы и отправиться в увлекательное, интересное, хоть порой трудное приключение по стране знаний. Этой страны вы не найдете ни на одной карте или глобусе. Ее там нет. От вас самих зависит, кем вы станете, знайками или незнайками. Доброго вам пути! Дорогие первоклассники, мы принимаем вас в нашу дружную семью. Мы хотим, чтобы вы полюбили нашу школу так же сильно, как ее любим мы. Очень быстро пролетит для вас первый учебный год, и весной мы встретимся вновь. Но чтобы проститься, ведь для нас это последний школьный год. А это весной, а пока нас ждет счастливый год совместной учебы. Яблокопознания Пусть дорога по стране знаний будет счастливой, богатой новыми открытиями, радостной и увлекательной. Яблокопознания передается ученикам первого А-класса. Яблокопознания Яблокопознания передается ученикам первого А-класса. Мы передаем яблокопознания ученикам первого А-класса. Яблокопознания Дорогие малыши! Самые маленькие и, несомненно, самые любимые наши друзья. Мы хотим подарить вам талисманы. Пусть они напоминают вам об этом неповторимом дне, О первом школьном звонке, О встрече с учителем И, конечно же, о нас. Субтитры Продолжение следует... 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 Телевизор, телевизор. Какие вы молодцы, ребята! Все знаете, все умеете. Участь в школе, вы узнаете много нового и интересного. Стыдыш! А у нас, ребята, для вас еще одна новость. У нас в школе появился новичок. Вот он, знакомьтесь, его зовут Стивим Димыч. Когда я знакомился со школой, то увидел, что у вас тут новые суперкомпьютеры установлены. Я сел за один, но с ним что-то случилось. Не работает, вирус! Ха-ха-ха! Чего захотели начать учебный год? Я помешаю вам это сделать, и у вас ничего не получится. Я, компьютерный вирус, противус. Я создан специально для того, чтобы выводить из строя школьные компьютеры. Чтобы прилежные дети не смогли учиться. Так это ж не беда! Нам помогут фиксики! Человечки очень скоро чинят электроприборы. Их не видно, не смотри. Ведь они живут внутри. Нету места мистики, если рядом фиксики. Это еще кто такие? В первый раз о них слышат. А что могут ваши фиксики? Фиксики и люди дружат. Фиксики им верно служат. Если в дом пришла беда, все починят без труда. Фен легко возьмут в починку. И стиральную машинку. У нас случилась беда. Мы собрались на линейке, но в школьном суперкомпьютере пропали все файлы, потому что в него проник вирус. Вирус, как нам быть? Как нам починить компьютер? Помогите нам! Раз, два, три, 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 три. Мы, конечно, починим вам компьютер, но вы, ребятки, должны нам помочь. Для этого всем ребятам школы нужно ответить на наши вопросы. И наш праздник состоится. Но вам самим нужно догадаться, какой ответ будет правильным. Будьте внимательны. Если же ответ правильный, то мы все вместе говорим. Это я, это я, это все мои друзья. Давайте попробуем. Это я, это я, это все мои друзья. Ну что, начнем? Кто поход свою веселость? Каждый день шагает в школу. Это я, это я, это все мои друзья. Кто из вас, скажите вслух, на уроке ловит муф? Это я, это я, это все мои друзья. Нет, неверно. Кто из вас мороза не боится? На коньках летит, как птица. Это я, это я, это все мои друзья. Кто из вас, как подрастет, в космонавты лишь пойдет? Это я, это я, это все мои друзья. Опять неправильно вирус. Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? Это я, это я, это все мои друзья. Кто из вас такой хороший, загорать ходил в калошах? Это я, это я, это все мои друзья. Нет, не путайте это. Кто из вас домашний свой урок выполняет точно в срок? Это я, это я, это все мои друзья. Кто из вас хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? Это я, это я, это все мои друзья. Молодцы, ребята, круто мы с вами поиграли. Наконец-то компьютер начал работать. Победа, ура! СМС проверено, вирусов нет. Ну вот, ты снова его испортил. Ну а теперь твоя очередь, вирус-противус. Продолжаем соревнования. Мы знаем, ты, вирус, не любишь сказки, а наши дети любят. Мы зададим вам вопросы, а кто быстрее ответит, тот и победил. Хорошо, так и будет, давай загадывай. Я все вмиг угадаю, и не будет у вас никакого праздника. Весь и знание у детей я уже стерла. Ребята, вы готовы? Да! И помните, что ваша задача перегнать вируса и дать правильный ответ. Берегись, болезнь любая, грипп, ангина и бронхит. Всех ногой вас вызывает славный доктор Билюйкин. Молодцы, ребята! Из танцзала короля девочка домой бежала. Туфельку из хрусталя на ступеньках потеряла. Тыквой стала вновь карета. Кто, скажи, девчушка, это? Самарашка! Нет, ребята, кто туфельку потерял? Туфельку! Правильно! У этого героя дружок есть пятачок. Он ослику в подарок нес пустой горшок. Лес тупло за медом. Пчел гонял и мух. Имя медвежонка, конечно... Имя мух! Вот совсем нетрудный, коротенький вопрос. Кто в чернилицу сунул деревянный нос? В уроке! Все, с сегодняшнего дня к знаниям допускаются. Все занятия у вас утром начинаются. И большим, и маленьким, грустным, и веселым, худеньким, и толстеньким, с веснушками и без. Приказано учиться, петь, писать и веселиться, здоровье укреплять и никогда не унывать. Если ты точно решил учиться в нашей школе, как все ребята, то тебе надо сказать клятву. И главное потом выполнить все, что ты в этой клятве пообещал. Выучить буквы, научиться читать. Клянемся! Научиться к лету писать и считать. Клянемся! Учебник беречь, не бросать и не рвать. Клянемся! Приходить в школу без опозданий. Клянемся! Стать за год умней и взрослей. Клянемся! Стать гордостью родителей и учителей. Клянемся! Пока-пока, ребята! До новых дней! Увидимся в школе! Дайте души, тексики, маленького роста. Мы ключели за чьим. Вот и настала пора отправляться вам в страну знаний. Ведь теперь мы стали настоящими школьниками. Но прежде первоклассников ждет еще один необычный подарок. Для первоклассников 2020-2021 учебного года праздничный салют! Первоклассников усыпал золотой и серебряный дождь. Надеемся, что теперь каждый из первоклассников станет золотым или, по крайней мере, серебряным медалистом. Школа! Внимание! Наступает торжественный момент. Сейчас герои нашего праздника запустят в небо равноцветные шары с пожеланиями удачи и успехов в новом учебном году. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Предоставляется ученику 11-го А-класса Зайцеву Данилу и ученице 1-го А-класса Шульковой Валерии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А теперь первоклассникам предоставляется право войти в школу на первый школьный урок. Дорогие выпускники, давайте проводим их по традиции в нашу школу. Дорогие выпускники, давайте проводим их по традиции в школу. Дорогие выпускники, давайте проводим их по традиции в школу. Если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди, дорогою добра. Если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди, дорогою добра. Ваша учительница Ольга Витальевна скоро выйдет? Она выздоровела? А меня зовут Мария Вячеславовна. Мария Вячеславовна, мы с вами выучим, я у вас буду пока вести уроки, хорошо? Я вас поздравляю с первым школьным учебным годом. Спасибо. По дороге знаний вас поведет Ольга Витальевна, но пока ее нет. Она заболела, я знаю. И поэтому вас пока по дороге знаний буду вести я. Завтра вы придете уже в школу с портфелем. У вас в портфеле должна быть пропись, на которой написана первая часть. Математика, азбука, карту, учебник, учебник математики и тетрадь рабочая по математике. Мальчики, мальчики. Финал. В финале у вас будут ручки. С пастой синего цвета. Простые карандаши. Вась. Вдруг поломается один, вы возьмете другой. Цветные карандаши. Стерка. Линейка. И завтра я вас буду ждать с портфелем. Красивыми, нарядными. А еще не забудьте сменную обувь. Мы с вами переобуемся, чтобы в нашей школе всегда было чисто. Вы видите, как у нас красиво, чисто? Это потому, что мы все здесь соблюдаем чистоту. И поэтому завтра я вас буду уже ждать в сменной обуви. Я вас буду ждать, запоминайте, 8 часов. 8 часов я буду вас ждать на улице. Тихо. Хорошо? Итак, и сейчас мы с вами немножко поиграем и проведем урок знаний. Сегодня 1 сентября. День знаний. Мария Ильича Славовна. А что за паста? Паста. Ручка с пастой синего цвета. Да. Ручка с пастой синего цвета. Паста без разговора. Детки, чуть тихо. Ручка с пастой синего цвета. Нам ничего не видно. Сейчас все увидели. Цветок. Моя глина. Итак, путешествие в страну знаний. Букварио, да? Это почти буквально. Я очень рада видеть вас. И сегодня, в этот час, я поведу с собой вас за морями, за горами. Есть волшебная страна. В ней много разных испытаний. И чудес она полна. Мы будем путешествовать по ней много-много дней. Что же это за страна? Нам предстоит узнать. Нужно только это слово прочитать. Куда мы с вами отправимся? Мир знаний. А где мы добываем знания? Где получаем знания? Школа. 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 Вот она, страна знаний под названием школа. День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла все двери для всех. И не грустите, девчонки-мальчишки. По играм, затеям и сказочным книжкам со школьной жизни все начинается. В страну знаний мы отправляемся. Ребята, первый раз пришли вы в школу. Первый раз, первый класс. Все для вас сегодня ново. Все волнует вас сейчас. Выбирайте любого героя и выполняйте его задания. Вы очень волнуете? Но поверьте, у вас все получится. Итак, в школе вы должны соблюдать правила поведения. Я хочу вас познакомить с ними. Итак, и вы постараетесь их выполнять. Итак, мы должны с вами соблюдать в школе чистоту. Первое, что мы будем соблюдать чистоту. И, конечно же, будем тихонько сидеть на влоках. Не бегать на переменах. Потому что полы школьские мы можем упасть. Не шумейте в школе. И на уроке тоже только руку поднимайте. Вот так. Не дразнись, не зазнавайся. В классе всем помочь старайся. Зря не хмурься. Будь смелей. И найдешь себе друзей. Обгадайте загадки про учебные предметы, которые вы будете изучать в первом классе. А помогут нам в этом волшебные кнопки. Чтобы книги прочитать, надо буквы все узнать. Черточки, рисунки, точки, буквочки сложили строчки. А когда ты сложишь фразы, ты прочтешь все книги сразу. Кто нам поможет прочитать, выучить все буквы? Что за предмет такой интересный? Кто-нибудь знает? Алфамит. А предмет этот будет у вас называться азбука. Где мы выучим с вами все буквы. И вы сможете к концу первого класса уже читать. А я и так умею читать. Урок интересный. На нем вы будете считать. Все вместе примеры, задачи решать. Циркуль. Все точно, без всякой романтики. Ну что за урок это? Математика. Молодец, математика. Прописи, тетради, авторучки. Скрип. Пишет аккуратно каждый ученик. Правила читаем. Учим на зубок. Ну ребята, что же это за урок? Когда мы будем правила учить. А правила мы учимся в русском языке. Вы учите азбуку и у вас будет русский язык. Русский язык. А я как у вас уже не учу. Мы все равно. По плохе русского. Читать научитесь на этом уроке. Сперва по словам, а по трубам как хотите. Мы учим легко стихотворные строки. Рассказ от поэзии вмиг отличим. К нам с книгой приходит само вдохновение. И все на уроке. На каком же уроке? Учимся читать. Чтение. На уроке чтение. Правильно. Сначала у вас будет азбука, а потом урок чтения. Вы будете буквы учить в азбуке. А на уроке письма вы будете писать в прописи. Изучать вы будете природу и сезоны года, птиц, животных, насекомых, местную погоду. Может станете агрономами? В ботаники пойдете? Со знаниями вашими нигде не пропадете. Что это за урок? В яму. Огружающими. Нет, правильно. В начальной школе, когда вы будете учиться с первого по четвертый класс, этот предмет называется окружающий мир. Работать всем вместе нам очень приятно. Лепить, вырезать, что-то клеить занятно. Это уроки и фантазии основные. Мы подмастерим своими руками. Объекарки. Этот урок у вас будет называться урок технологии. Вы там будете и аппликацию делать, и лепить из пластилина, и что-то из картона делать. Все вы будете делать на уроке технологии. А на уроке рисования вы будете рисовать в альбомах. Мы будем учиться ноты писать и читать, и вальс от мелодий других отмечать. Мы послушаем арии и сонаты. Что это за урок? Подскажите мне, ребята, что это за урок? Урок. А где мы будем слушать мелодию, вальс? Музыкальная. На парке краски и набор буаши, портрет, пляжи, то рисунки наши. Нужны здесь аккуратно сестарания. А сам урок зовется... На этом уроке всегда вы в движении победы, награды и спорт, достижения. Вы будете бегать, выигрывать и здоровье свое укреплять. Вы с контура уроки с контура. Ох, запутаю вас, запутаю. Загадаю загадки сложные и хитрые. Догадаетесь? Да. Да. Под деревом четыре льва. Один ушел, осталось два. Правильно? Нет. А сонка ж было четыре льва. Ты правильно, молодцы. Видите, вас запутали. Если знание полна голова, значит в школе получишь ты два. Нет. А что получится? Посмотрите, вам всем отметку пять подарили. Значит, вы все должны учиться на пять. И мы все должны учиться на пять. Нашел пять ягодок в траве и съел одну. Осталось две. Четыре. 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 Мы считали дырки в цели. Три плюс две всего четыре. Пять. Пять. Правильно. Что такое туфелька? Кто нас, дети, кто нас запутал? Туфелька. Туфелька. Пропала туфелька. Что делать? Есть лишь одна, а надо девять. Две. Правильно. У нас две ноги, значит мы с вами должны обуть. Сколько туфель? Две. Две. Правильно. По-моему, я уже две нашел. Вышел зайчик погулять. Лапу зайца ровно пять. Две. Две. Два. Два. Три. Три. Двое. Двое. Четыре лапы. Почему? Он же ходит, и тут у него лапы. Лапка лепетит на море. Дегай. Четыре. Вот так сзади у него лапка. У меня собачка есть. У нее хвостов аж шесть. А я не знаю, что у собачки. Да, это по-моему, да, это по-моему, да, это по-моему, да, это по-моему, да. Два героя сказок разных поздравления шлют на праздник. Вот сейчас мы ее знаем, что они друзьям желают. Ребята, я вам принес письмо. От кого, Анна? Вы подгадайте сами. От печки. От печки. Чтобы первый школьный год не принес тебе забот, чтобы ты не огорчался. А безумно посмеялся, чтобы свои таланты мог показать ты всем дружок. Вышел, весел будь, не унывайка. Шлю привет тебе. Узнавай. 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 Известно людям с давних пор, мир лучше всяких драк и ссор. Я всем желаю мирно жить, врагов себе не заводить, друзей любить и уважать, и никого не обижать. Короче, враждовать не нужно, давайте жить, ребята, дружно! Ребята, вам желаю я, чтоб все мечты сбывались, и чтоб хорошие друзья повсюду вам встречались. Еще не надо унывать, но на лучшее надейтесь. Зачем вздыхать, догоревать? Вы радуйтесь и смейтесь. Еще здоровья пожелаю, дороже его ничего не бывает. И чтобы болезни совсем не бояться, со спортом дружить и как сталь за колясом. Итак, ребята, я вам говорю до свидания и буду ждать вас завтра в 8 часов утра, запомнили? Да! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...